Здравия желаю, товарищи зрители! Сегодня мы с вами поговорим о ещё одной новинке патча Боги Войны, и снова о флоте, только в этот раз японском, а именно о премиумном Yamashiro, который на момент записи ролика находится на бывом рейтинге 6,7. И так как он является премиумным топом, то и цена у него, согласно новой, не очень хорошей политике улиток, соответствующая. 4549 рублей, это без моей реферальной ссылки, с ней будет немножко подешевле. Тем не менее, ценник, конечно, космический. И давайте постараемся разобраться, стоит ли покупать такой корабль, если вы очень любите флот и хотели бы себе что-нибудь для Японии. И начнём мы с вооружения. В качестве основного калибра у нас используется 12 стволов калибра 356 мм, по две пушки в шести башнях. Вспомогательный калибр представлен в виде 16 152-мм пушек, по 8 штук с каждой стороны. Если же рассматривать ПВО, то оно здесь не особо хорошее, поэтому опытные пилоты теоретически могут лететь до вас и сбросить бомбу, либо торпеду. Ну и так как Ямашир является линкором, у нас с вами очень печальная скорость. Максимум мы разгоняемся до 42 км в час. Ну и, конечно, из-за больших габаритов и веса, а водоизмещение здесь почти 40 тысяч тонн, корабль очень плохо управляется и довольно медленно тормозит. Поэтому вернуться от торпед у нас с вами, конечно же, тоже не получится, если они будут запущены по нам с близкой дистанции. Экипажи на борту 1272 человека. Если переходить к бронированию, то элеваторы подачи на главном калибре у нас защищены примерно на 315 мм брони, что довольно неплохо. Лоб башен имеет приведёнки где-то в районе 330 мм. А вот что меня расстроило, так это борта. Верхняя часть имеет всего 200 мм брони, а сразу под ватерлинией у нас где-то в районе 300. Причём борт у нас защищён не до самого низа. Соответственно, при грамотном попадании по нам мы можем отлететь в ангар с одного выстрела. Соответственно, при удачном попадании на боекомплект корабль уйдёт в ангар. Причём, если сравнивать Ямашира с Маратом, то Марат, конечно, живёт намного лучше. Во-первых, он пониже. Во-вторых, он просто как-то лучше танкует, потому что сколько я на нём впитывал урона в сравнении с Ямашира, он, конечно, очень сильно выделяется в лучшую сторону. А Ямашира проигрывает по этому параметру. С другой стороны, если по нам не будут слишком уж метко стрелять, то мы можем жить более-менее неплохо. Правда, если по вам будут фокусировать огонь более двух противников, то корабль долго не продержится, к сожалению. Далее давайте рассмотрим снаряды, которыми мы с вами пользуемся. Основной калибр имеет два типа снарядов. Полубронебойный и бронебойный. Собственно, последний пробивает до 402 мм с 10 км, и на борту у него чуть больше 13 кг в тротиловом эквиваленте взрывчатки. Что неплохо, и при удачном выстреле по боекомплекту противника мы вполне можем его заваншотить. Что же касается полубронебойного снаряда, у него пробой с 10 км около 200 мм, поэтому лучше стрелять именно на среднюю дистанцию, где-то в районе 5-7,5 км. Хотя там тоже пробой не очень большой, 248 и 222 мм соответственно. Зато у него на борту почти 70 кг тротила, что даёт при полном взалпе по противнику примерно 835 кг в тротиловом эквиваленте взрывчатки. Это, конечно, очень много, и не особо бронированные противники будут отлетать очень быстро. Что же касается линкоров с хорошей бронёй, то полубронебойки по ним тоже неплохо прилетают, но, к сожалению, не настолько хорошо, как у того же Марата. Перезарядка на главном калибре в районе 35 секунд, что неплохо, учитывая калибр основного орудия. Переходя к геймплею, я думаю, что Ямашир больше подходит, конечно, для уничтожения крейсеров с помощью своих полубронебойных снарядов, ибо это реально очень мощно. Плюс у нас ещё и достаточно мощный вспомогательный калибр с неплохой перезарядкой, позволяющий нам довольно хороший урон наносить по тем же крейсерам. И на нём я советую использовать полубронебойные снаряды, потому что они как раз-таки пробивают там верхнюю часть трубок и хорошо взрываются внутри. Можно фугасами, конечно, тоже пострелять, чтобы был шанс на поджог противника. В качестве основного снаряда я, конечно, использовать рекомендую полубронебойник на основном калибре, против большинства целей. Правда, на большой дистанции, примерно от 8,5 и дальше километров, лучше стреляйте полноценными бронебойными снарядами. Так будет больше шанса на подрыв боекомплекта. Также корабль достаточно бодро рассчитывает упреждения, так что для более точной стрельбы лучше лишний раз подождать, пока она пройдёт, после чего уже вести огонь. И как итог, мне показался Ямаширо достаточно хорошим кораблём для японского флота, но в сравнении с тем же Муратом он, конечно, проигрывает. И, скажем так, он играется примерно процентов на 70 от самого Мурата. То есть он чуть-чуть будет похуже за счёт того, что он просто чаще ваншотается. А это иногда обидно. Особенно, когда ты плывёшь в фуловой, и в тебя просто прилетает меткий залп и отправляет тебя в ангар. И если у вас есть желание прокачать японский флот, то Ямаширо можете рассмотреть себе к покупке. Но только при условии, что именно японский флот хотите качать. Если вы хотите какую-то Ямбу вообще на флоте получить, чтобы там какие-нибудь задания Баттлбасса выполнять, или просто пофармить как следует серебра, то лучше рассмотреть в покупке Марата. Ну а что вы думаете по поводу Ямашира, можете писать в комментариях. Если обзор вам понравился, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в мои социальные сети, пользуйтесь ссылочкой реферальной, чтобы экономить на донатных War Thunder, в NB Set, в Кассаут и в мобильную тундру тоже. Ну и, конечно, на бусте заглядывайте, если хотите посмотреть ролики в раннем доступе, подборке там без цензуры, эксклюзивный контент и так далее. Все ссылки есть в описании. А с вами был Паша Фриван, всем удачи, счастливо и пока-пока.